Актуальные вопросы из отрасли рыболовства обсуждались сегодня на заседании Территориального рыбохозяйственного совета. Участие в нем приняли представители рыболовецких колхозов, семейно-родовых общин КМНС, общественных объединений и рыбаков-промышленников. О том, какие вопросы обсуждались на совете, расскажет Ирина Нижалова. Первый вопрос в повестке заседания Территориального совета – вывод Нельмы из Красной книги. Представители отраслевого сообщества убеждены – этого вида рыбы в водоемах стало слишком много. Если раньше, допустим, мы когда рыбачили в Калуинской губе, то она была местами, допустим, где-то Сиг, где-то Нельмы, где-то Церкви, Сиг. Сегодня она, судя по тем вещам, она практически начинает выживать оставшуюся рыбу. Чем скорее мы сделаем, тем лучше. Несмотря на то, что количество Нельмы в водоемах увеличилось, вылавливать ее по-прежнему нельзя. Рыба занесена в Красную книгу. А это значит, что рыбаки, в сети которых попалась Нельма, автоматически подпадают под разряд нарушителей природоохранного законодательства. Были направлены в субъекты Орхангельской области и Комереспублики обращения, поддержки нашей инициативы в ведении Красной книги. И такое же обращение было направлено и в рыбохозяйственную науку. Для того, чтобы исключить Нельму из Красной книги, потребуется убедительное биологическое обоснование. По словам Сергея Гашева, на исследование данного вида рыбы потребуется 6 лет. Именно столько времени составляет жизненный цикл Нельмы. Такой срок, считают рыболовы, слишком велик. И нужно найти другие варианты. Один из них предоставит ученым уже существующие исследовательские данные. Глава региона Игорь Кошин поручил профильному окружному департаменту в ближайшее время провести переговоры с рыбохозяйственной наукой. Проводите в ближайшее время с ними переговоры. Обратите внимание о том, о чем говорят рыбаки, на данные, которые из заповедника. Вполне возможно, что что-то можно будет взять, чтобы сократить срок. Потому что мы же можем уйти и на 6 лет, можем на 2 года уйти. Потому что там данные какие-то есть, пусть они их используют. Хорошо. И предусматривайте средства. Второй вопрос повестки дня – строительство на территории округа первого рыборазводного завода. Ненецкий округ на сегодня является единственным субъектом СЗФО, в котором полностью отсутствует аквакультура. Как пояснили в профильном департаменте, в последние годы произошло сильное снижение запаса сиговых. Из промысла практически исчезли чир и омуль. В связи с антропогенным воздействием уровень естественного воспроизводства синовых рыб уже не обеспечивает их быловую численность в 50-60-х годах. Промысел сиговых в Велике Печорих в 50-е годы ввелся круглый год. Их вылов достигал порядка 700 тонн на то время. Сейчас нам наука дает сиговых вместе с рябушкой всего лишь 50 тонн. Чтобы восполнить запасы рыбы в водоемах, департамент предлагает построить на территории региона инкубационный цех по выращиванию личинки. В 80-х годах, в 90-х такая практика была в селе Коткино. То есть сула выращивала личинку переди, выпускала, зарубляла там свои водоемы, причем в таких больших количествах. Профильный департамент предложил предусмотреть в бюджете округа средства на разработку проекта по строительству рыборазводного цеха. А непосредственно само строительство осуществляет на условиях государственно-частного партнерства. Участники заседания совета идею строительства инкубационного цеха поддержали. До 15 сентября Центру развития бизнеса совместно с профильным департаментом поручено проработать механизм проектирования и строительства объекта, а также определить оператора. Ирина Нижалова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север».